Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Но это не мешает Василию Федоровичу вести активный образ жизни. Он с радостью ходит в школу, рассказывает ребятишкам о войне, пишет стихи и даже собирается издать книгу воспоминаний. В книге будет и то, о чем ветеран поделился с нами. Войну 20-летний паренек встретил в Сибири. Он проходил службу на стрелка-радиста на аэродроме в Читинской области. Войну встретил я в Сибири после окончания школы младших авиационных специалистов, направленных в боевую часть станции Бада. Вот там однажды, числа 18 июня, прилетает группа самолетов СБ, скоростной бомбардировщик. Считалось 450 км в час скорость. Вот прилетает 30 самолетов сразу на этот аэродром. Собирает нас комиссар, того полка, который прилетел. Говорит, будущая война, это война моторов. Надо знать не только уметь летчикам летать, но и знать материальную часть. Завтра в 6 утра собираемся здесь, разбираем. Вот платформа, грузим самолеты. Все разобрали, все вручную грузили. И только поезд ушел, скрылся в зеленой тайге. А тут наутро война. Самолеты были собраны на средства трудящихся. На борту был написан советский Татарстан. 36-й гвардейский полк. Вот на этих самолетах улетели на фронт. Старший сержант, стрелок-радист Василий Бердников помнит каждый боевой вылет настолько ясно, словно они были вчера. Василий Федорович бережно хранит свою личную летную книжку. Это история моей жизни на войне, шутит фронтовик. За время своей военной службы он совершил 120 боевых вылетов, 12 из них одиночных. Особое место среди них занимает 12-й вылет. Он был на Курской дуге. Тогда радисту Бердникову пришлось взглянуть в смерти в глаза и спасти собственного командира. И помню, вот когда был первый такой вылет, били зенитки очень сильно, потом атаковал истребитель. Когда эскадрилья, это дядя самолет, уходила от огня зенитной артиллерии, мой неопытный летчик усил момент разворота, и мы сразу отстали вон, где было, наверху и справа. И в это время истребители подкарались два. Только еще заходил в атаку, я сразу в кресло мне попал, в прицел общительский, и сбил самолет. Он загорелся до земли. А ведомый выскочил, как угорелый, но не ушел никуда, а сверху нащел на нас. И до сих пор не знаю, почему штурман в него не стрелял. И он тогда нас сбил. Летчика. Так он в таком положении сидит, рука штурвал держит, а эта рука левая, барашки от газов, мотор регулирует. Как ему четыре осколка в плечо попало, и наш самолет стал листом пануть. Нашлось вот чувство самовладания, что погибнет, вот-вот он штурвал на себя потянул, а тут земля. И приземлились. Надо было спасать командира. И я бежал в село за медсестрой. Нашел ее. Как-то интуиция была. Внимально спрашиваю, браток, скажи, где найти медсестру? Говорю, ледчик кровью истекает. Он сказал, сестра, ледчик кровью истекает. Выскочил из сарая жилого дома девчонка, сумка на плечо, застегивает пуговички. Побежали к ней до самолета. Встретили ездового на лошади, в телеге, пинтовка. И, говорю, поедем, вот, ледчик кровью истекает. У меня, товарищ, задание, я не могу. А я был в летном костюме. Говорю, выполняй, пошли мне приказание. Он согласился, поехал с нами. Но сказал мне, ты, парень, в рубашке родился. Ты минным полем пробежал. Я ему покалывал дорогу напрямую. Говорю, видишь, самолет сбитый. Давай напрямую. Тут еще поле заминировано. А я не пробежал. Еще не раз пришлось Василию Федоровичу пролетать над Курской дугой. Он летал до конца разгрома фашистских войск на Курской дуге. Затем воевал за освобождение Киева, Житомира, Львова и так до Берлина. Но боевое крещение навсегда осталось в памяти фронтовика. Этот вылет одним из первых лег в рифмованные строки. Подолпорывистый ветер в поле. И щень щенела за холмом. Сегодня мне полетит эскадрилья моря. Старики полетят по одному или вдвоем. Рассказал нам Василий Федорович еще об одном вылете. Был получен приказ уничтожить переправу, по которой отступали немецкие войска. Это был самый страшный бой за всю войну, говорит фронтовик. Было задание уничтожить переправу на реке Стрый, германская. Полетели, один самолет отстает от нас. На километр ниже и на километр дальше. Сзади. Женя Игнатьев. Штурман не вывел сразу на переправу, чтобы отбомбиться. Когда развернулись, эскадрилья разворачивается далеко. Улетает и там взлетали очень много штук 16 истребителей немецких. А у нас было 8 истребителей прикрытия. Начался отбой страшный. Была облачность 5 баллов. Это значит, что половина неба с закрытыми такими облаками белыми. Командир эскадрилья немножко, видимо, струсил и завел эскадрилью облака. Положено разойтись, чтобы не столкнуться. Разошлись, когда вынырнули из облаков. Эскадрилья вся рассыпалась. Смотри, Саша, два истребителей слева. Своему командиру докладываю. Он опять в облака и в обратную сторону развернулся. То есть истребители туда полетели, а мы в обратную сторону. Бросили бомбу бессорядочную. Группы нет. А вот тот один самолет, который сзади летел, он вышел на переправу, уничтожил ее, отбомбился и возвращается. Откуда ни возьмись истребитель немецкий в атаку. И наш истребитель из облака вывалился и избил его. Из немецкого истребителя. Вот это Женя Игнатьев один прилетел на ирон-дром на свой. Раньше всех. Мы сели на чужом аэродроме. То есть наш, советский, но истребитель был там. И вот командир дивизии узнал, что из девяти самолетов прилетел один. Он лежал в лазарете и в одном этом полосатом белье на по-два на кукурузнике прилетел на аэродром. Командир полка за грудки схватил. Где самолеты? Почему сам не полетел на такой трудный вылет? Его трепало так не по уставу. Потом мы сели. Командир дивизии подошел. Командир мой ему доложил, как было дело. Потом еще, еще. Семь самолетов прилетели. Садились, едут на чужих аэродромах. Иначе горючего бы не хватило. Как семь самолетов прилетел, он улетел. Командир дивизии. Два самолета тогда избили наших бомбардировщиков. И два самолета-истребителей. Вот этот воздушный бой самый страшный был для меня. Долгожданный День Победы Василий Бердников встретил в Германии. Вспоминает, что жили тогда в немецкой гостинице. Спали на трофейных простынях. Утром 9 мая проснулись от многочисленных выстрелов. Утром 9 мая рано. Грохот такой на весь город. Крик, ура и стрельба. Открываем окно. Илюша, что случилось? Это был пневмальный Илья Громов. Что случилось? Война окончилась. Дрррр. С пулемета. Из этого с автоматами. И мы прыгали, как дети. Открываем пистолет. Салют делали. Чуть-чуть белела ноль глухая. Хиренью утром пахла роса. Сильнейший грохот 9 мая. Фронт разводил. Озарил небеса. И был это не сигнал радистов. Били пушки. Трещал пулемет. Крики ура. Крик был министов. Каждый кричал, не жалея свой род. Кричал фронт. Кричал солдат-одиночка. Сыночка трудно досталась победы нам. И, наверное, мать мне встретится, сыночка. И слезы подступали к глазам. Вот тогда бежать домой хотелось. Распахнуть дверь и сказать папу с мамой. Вот я живу. За сбитый самолет Бердников Василий Федорович был награжден орденом славы третьей степени. По правую и левую сторону его груди расположены еще немало орденов и медалей. Орден Красной Звезды, солдатский орден славы, медаль Жукова, медаль за взятие Берлина, за освобождение Праги и другие. Наряду с медалями и летной книжкой бережно хранит ветеран 19 благодарности от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Это высшая награда за его заслуги. Нам же остается только добавить долгих лет вам жизни, Василий Федорович. Вы – наша летопись Великой Победы.